Сегодня мне сорвало крышу от бабла, и я купил себе пачку фисташек. Кто-то пишет, а я недавно накопил на маленькую банку нутеллы, два месяца экономил, зато сам без мам-папы кредитов. Кто-то пишет, а я в эти месяцы планирую взять тебе большую банку Принглс в ипотеку. Это как-то нормально, я так вот без денег жил, больше я из своей жизни. Попробуй повторить. Кто-то пишет, до меня только после пятой попытки дошло. Величайшие загадки человечества. Стоунхедж, Бермудский треугольник. Зачем учить формулы, если есть гугл? Кто-то пишет, зачем учиться вообще, если есть интернет? Ну, наверное, чтобы мозги тренировать свои. Бюджет на версии Алых Парусов в Челябинске. Кто-то пишет, с бюджета выделено 50 миллионов рублей. 49 миллионов 590 тысяч попилено, и там чуть-чуть вложено в проект. Пока интернет ищет идеального актера на роль Росомахи, я его уже нашел. Кто-то пишет, Киану Ривз вообще для всех ролей подходит. Нет, Дэнни Давида лучше. Знакомый рассказывает, погода была хорошая, думаю, круто было бы ночью выйти погулять. А потом решил, нет, не круто, я же спать хочу, и лег спать. Невероятные приключения 25-летних. Господи, история-то какая захватывающая, аж. Надо еще раз потом будет перечитать как-нибудь. Ну что там? Там, короче, стучит чё-то, походу всё плохо. Говорит врач. Кто-то пишет, я не уверен, но это может быть сердце. С вас 26 тысяч рублей. Советский космонавт Сергей Крикалев, или Крикалев, чёрт, не знаю, застрял в космосе из-за развала СССР в 91-м году. Его полёт должен был длиться 5 месяцев, но из-за развала СССР земли не могли отправить новый экипаж. В итоге он провёл там 311 дней и 20 часов, что сделал его рекордсменом и героем Советского Союза, а также героем России. Кто-то пишет, всё в порядке, ребят, просто человека в космосе забыли. Делов-то? Кто-то пишет, когда поехал на море с бабушкой. Что это, вязаные ласты? Носочки под ласты? И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс, и у меня есть Инстаграм. Вот он мой Инстаграм, куда я постю мемы, которые лично мне понравились. Там я буду собирать свою коллекцию мемасов. Именно тех, которые мне показались самыми лучшими, самыми прикольными, на мой личный взгляд. На мой, мой, лично мой взгляд. Много мемов там не будет, шутка будет, а там будет много мемов. Подписывайтесь на мой Инстаграм, ещё туда выходят периодические фотографии из моей личной жизни. Если ты живёшь на Украине, например, у тебя нет ВК, иди ко мне в Инстаграм. Планирую посты делать туда каждый день, и там уже 26 или 27 тысяч подписчиков, честно я не помню. Подписывайся туда, и смотри там тоже мемы. Ссылка будет в описании под видео на мою Инсту. Жду тебя там, друг. Или подруга. Анастасия Андрюнина, девочка из Москвы, стала единственной, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. У девочки большое будущее, мать поздравляем. Кто-то пишет, работа в Алиэкспресс обеспечена. Да, писать описание к товарам. Когда пришёл на вечеринку, и знаешь, там только одного человека. Кто-то пишет, а он тебя не знает. Суточная потребность человека 1500-2000 калорий. Один галлон бензина содержит достаточное количество калорий, чтобы удовлетворить потребность на срок от 12400 до 2600 дней, или 34-56 лет. Выходит, что если я выпью галлон бензина, то мне не придётся есть до конца жизни. Кто-то пишет. Ну, строго говоря, ты абсолютно прав. Кто-то пишет. Только 95 дней не пей. От него изжога. В принципе, да. Если ты выпьешь литр бензина, то до конца жизни-то есть ничего не быть, потому что твоя жизнь закончится очень быстро. Ты как бы сдохнешь, если чё, да? Поэтому не надо пить бензин. Парень, который смешно пошутил. Парень, который повторил ту же шутку, но громче. Жизненная жиза. Жизненная жиза. Ну, между прочим, парень, который смешно пошутил, по-моему, больше бабла-то имеет в соцсети своей, чем парень, который повторил шутку. Не, я не прав. Сегодня моя мама задала мне тот самый вопрос, который обязан задать каждая мама. А если бы твои друзья с моста прыгали, ты бы тоже за ними прыгнула? Мама, если бы мои друзья прыгали с моста, то, скорее всего, это была бы моя идея, ты родила лидера, а не последователя. И мост-то невысокий, а так просто ребятки ныряют, отдыхают. Чё такого-то? Официант, могу ли я ещё что-то принести для такой прекрасной пары? Она. Ах, да что вы, мы просто друзья. Он. Ага, нам два счёта, пожалуйста. Она. Что, простите? Он. И не забывайте, что это шампанское за два косаря пила только моя подруга. Тогда пишет, всё правильно сделал. Да, нехрен тут френд-зону свою поганую распространять. Френд-зону зло. В Лос-Анджелесе будут судить 45-летнего местного жителя Пола Гонсалеса, который знакомился с женщиной, в интернете звал на свидание в ресторан, ел, а потом выходил в туалет и исчезал, не расплатившись. Ааа, ну я даже не знаю, с одной стороны это прикольно, а с другой стороны как бы... Сделал им сердца. Ну и бабки у них тоже получается изымал таким косвенным способом. Здесь идет челлендж. 2009-й. 2019-й. Кто-то пишет, учёные в комментах есть, нам скоро конец. Кто-то ещё пишет, я не учёный, но нам конец. Да не, нормально, на самом деле, последние много миллионов лет всё и создаёт из этого периодических ледниковых периодов. То ледник наступает, то отступает, то наступает, то отступает. Хотя, эта фотка вообще не об этом, я просто решил поумничать. Он нашёл, откуда появляется точка, кто-то пишет, они эволюционируют. Блин, это первый шаг по захвату человечества котиками. Сначала он нашёл, откуда появилась точка, а потом он найдёт, как запустить ракеты ядерные. Люди бывают двух типов. Алую паруса реально забубенные, давно не было такого, чтобы смотрел по телеку и думал ежесекундно... О, сволочь, хочу в Питер. Кто-то ещё пишет, я спокойно сидел, качал персонажа в Варкрафте, услышал дикий грохот, сначала загугл, что происходит, убедился, что вроде не война, а праздник, и пошёл, закрыл окно. А рядом муж мангал в проходе разжигает. Да подумаешь, разжечь мангал в самолёте. Какое счастье, что для поездки кукухой не нужна виза. Всем пока, я поехал отдыхать кукухой. Беспилотник-шпион в форме большой совы, который представил именобороны как новую разработку, по словам разработчиков, дрон, может быть выполнен в виде других птиц, например, сокола, кто-то пишет, лучше в виде голубя, чтобы незаметно было, да и кормящие их бабульки много интересного расскажут. Мне кажется, или сейчас этот камень замурчит. Это камень? Ничего себе. Эээ, эээ, кто-то срёт в дом черепашкам ниндзя? А где Донателло? Теперь у меня появилась ещё одна фобия. Мужчина чистил ухо ватной палочкой, но надавил слишком сильно и случайно сбросил себя до заводских настроек. Я понял, почему в мультике про Машу и Медведя волки живут в машине скорой и носят белые халаты, потому что волк санитар леса. Ну да. Джинсы для ног. Спасибо, Кэп. Главное поддержать в тяжёлую минуту. Блин, а может у него в сумке, не знаю, вещество нейтронной звезды, которое весит миллионы тонн, а у него пустые коробки, откуда вы знаете? Когда твоя девушка, ростом около метра с кепкой, начинает выпендриваться. Важная мелочь. Ну всё, я побежал. Как я себя чувствую, когда доверила мама нарезать колбасу в оливье? Перфекто, белиссимо, фантастик. Всё утро чешу коту щёчки. Он их что, зря отъел, что ли? Мне кажется, этому коту просто как следует пробили в морду. Просто ему в кабину прилетело, и у него рожа вмялась. Когда лифт отключили, а ты живёшь на 25-м. А прикиньте, можно было бы так подниматься. Сел и вверх елишь, как так же, как и вниз, только вверх. Прикольно было бы. Вот так должно начинаться доброе утро. А не это ваше. Вставай, проспишь на работу. То там. Эм, глисты. А вот с какой машиной ты мог бы меня ассоциировать? Что? Ну, машина. BMW X6, Lexus, Lada, Priora, Geely, КамАЗ. С фрезерным станком. С ЧПУ Каменского. Машиностроительного завода. Такая же точная и совершенная. Блин, это лучший комплимент. Как будто BMW и Lexus неточные. И несовершенные. Не толпимся сзади. Проныриваем дальше. Не стесняемся, передаём за проплыв. Легенда гласит, что у каждого есть такой шрам на указательном пальце. Левой и правой руки. Чёрт. У меня реально есть такой шрам. На правой есть. Сейчас посмотрю на левой. И на левой тоже есть. Это пишет. Проверил, реально есть. Вот ещё пишет. Избранный, у меня его нет. Это же пишет. У меня вообще пальцев нет. Фрезеровщик, что ли? Чёрт. Вот верхняя фотка, прям чисто моя рука. Вот у меня один в один полоска идёт. Только я не буду говорить, откуда она появилась. Мне стыдно. За свою юность. Хулиганскую чуть-чуть. Местами. Не всегда, конечно, но местами. Актёр Кэрри Хироюки Тагава, который сыграл роль шансунга в Mortal Kombat. Спасибо за детство. Кто-то пишет. Сейчас он больше похож на Джонни Деппа, заказанного с Алиэкспресса. Кто-то же пишет. И описание товара. Смертельная битва. Пират-колдун. Душа. Карибское море. Руки-ножницы. Стюардесса. Просто зевает. Глухонемой пассажир самолёта. Блин, а может она поёт. Чё он пугается-то? Просто вышла и встала, начала петь. В чёрной будет жарко летом. Давай лучше посветлее. Во, это ништяк. Когда сразу понятно, что история закончится трагически. Дети из враждующих семей влюбляются. Молодой художник выигрывает билет на Титаник. Я в белой футболке покупаю кофе. А сколько вы отдыхаете в перерывах между тренировками? Зависит от того, насколько интенсивны и тяжелы эти упражнения. Но в среднем от числи 12 месяцев. Шапочки для бассейна. Идеальный атрибут борьбы за равенство. Они действительно уравнивают. Твоя внешность, фигура, социальный статус, доход. Это всё не важно, когда ты надеваешь шапочку. В шапочке нужно просто быть хорошим человеком. Потому что выглядишь ты всё равно как дебил. Это точно. Шапочка для бассейна это капец. Это реально великий уравнитель. Пожалуйста, не кормите акул. Пишет, окупаться можно. Пишет, забойки, только не заплывай. Я. Ем чипсы, бургеры, картошку, фри. Неполезные сладости. Собака. Пытается съесть цветочек у дороги. Я. Ты можешь не жрать говно. Совсем не заботишься о себе, тупица. Утром в общаге своя атмосфера. Фото пишет, еда сама залетает в клетку. Нет, это общага Наташ. Хотя всё же, наверное, забыли о мемах про Наташу. Поверь мне, Алекс, отцу не нравится тебя шлёпать. Ему больнее, чем тебе. Вообще детей бить нельзя. Если вы забыли какое-то слово, скажите. Я забыл русское слово для этого. И тогда люди сочтут вас двуязычным, а не идиотом. Фото пишет, тогда попроси сказать его на другом языке. Так а ты скажешь, просто говоришь хантянь. Они такие, о, японский знает. А ты такой, хосиме. Они такие, о, ничего себе. Это это осабло. Йогурт разбушевался. Это этот... Противо... Противодействие Бэтмену кто оказывал? Джокер, 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 да. Идеально. Я в жизни много повидал. Но это сразило меня в самое сердце. Представляю вам алкоролы. Да это, в принципе, и так вкусно, мне кажется, было похавать и без алкашки. Злостный нарушитель. Нельзя лайкать? Нет, ставьте лайк, друзья. Давайте, будьте сейчас тоже злостными нарушителями. Вот прям сейчас, нарушьте. Нарушьте всё и поставьте лайк этому видео. И я посмотрю, что много лайков и буду счастлив, что мы с вами банда нарушителей. Давайте, давайте. Как я вас подначиваю, это круто, да? Ставьте лайки. Будьте плохими. В Финляндии вели дневной сон на работе. В некоторых фирмах есть даже люди, которые помогают уснуть. Блин, как можно помогать уснуть? Лучше просто молчать. Надо помогать. Просто молчите нахрен. Иначе я не усну. Кто-то пишет, эта жизнь даёт второй шанс после того, как ты не спал в садике. Оцените свой возраст. От фу, я это не ем, до эх, сейчас подарю себе кабачок с чесночком. Кто-то пишет, жду пока пожарит кто-то другой. У нас сейчас, я сейчас на дачу живу. У меня вот эти вот прям вот точно-точно так же нарезаны, так же пожарены, так же с травкой сверху какой-то непонятной. Кабачки, вот, и с чесноком. Да, вот прям сейчас лежат. Я сейчас пою, их поем. У меня каждый день просто мамы жарят тут. Очень хотелось по-большому. Забежал в туалет в детском кафе. И как-то я уже никуда и не тороплюсь. Ну как бы, вытряхни штанин, какахи, и иди дальше по своим делам. А теперь представь, как ты ждал эту пиццу. И тут мне стало страшно. Кто-то пишет, здравствуйте, я представитель компании Ари Флейм. 2016 год. Сынок, я нашел фото твоего дедушки. 2060 год. Сынок, я нашел фото твоего дедушки. Ну вообще это фото справа лучше. Ну просто потому что война это плохо, а прикол это хорошо. Продается хозяин? Эээ, что? Кот психанул написано, и продает своего хозяина. Господи, что делается? Переворот! Ее революция кошачья. Я-то вытерплю. А ты угадай, что будет потом. Что? Передущий мем? Продашь хозяина своего? Здесь закрыто. Нам не пройти. Тогда проходите. Охранник, я не могу вас впустить. Это секретный объект. Сюда посторонним ход засврещен. Я. У меня тут мама работает. Улитка, иди домой. Ты пьяная. Остановите, мне срочно надо выйти. А если он постоит, подождет, пока ты свои дела сделаешь, потом ты обратно сядешь и поедешь. И будет так, ну, тебя так это... Люди будут смотреть, типа, и ты так тоже смотришь. Типа, чё? Чё вы смотрите на меня, подумаешь? Покакать вышел. Я зимой. Хожу в тоненькой куртке, кроссовках. Нет даже намёка на простуду. Я летом. Просто постоял у открытого окна, заработал двусторонний бронхит. Простудил абсолютно все клетки своего тела. Вычихнул глаз, откашлял желудок. И надул пузырик из носа. Друзья, не забудьте про мой инстаграм. Туда я постю мемы каждый день. Ну, если, конечно, вы будете подписываться. Если вы такие, да ну тебя в жоп с инстаграмом, не будем подписываться. И я такой, да, ну и ладно, блин. И, короче, я стану унылый и не буду ничего туда постить. Вот. Короче, подписывайтесь на мой инстаграм, там весело. Ну, там реально прикольные мемасы. Блин, я прям вот подбираю те, которые мне нравятся. Ну, просто на ютуб нельзя подбирать только те, которые мне нравятся, потому что мемасов не хватит. На ютуб я подбираю просто нормальные мемы. А в инсту я буду подбирать прям вот, прям вот те самые такие сливки. По парочке мемасов в день я буду туда засовывать. Ну и фотки свои постить иногда. Всё, ссылочка в описании. Жду вас в инсте, друзья дорогие. Всем пока, до встречи в следующих роликах.